Ранее этот гражданин уклонялся от обязанностей по воспитанию дочери. А теперь она выросла и не хочет делить с ним свою жилплощадь. На этой почве возникают бытовые скандалы, и мужчина уже не впервые оказывается в СИЗО. Это бабушкина квартира, двухкомнатная. Проживаю здесь, потому что бабушка умерла, написала на неё завещание. И она хочет мне выселить из квартиры. И предлагают мне где-то в Солигорске комнату. Меня это не устраивает. На данный момент в Ленинском районе Бреста на учёте состоит 130 семейных дебоширов. С ними на постоянной основе проводится многоплановая работа. Наиболее эффективными методами являются направление в лечебно-трудовой профилакторий, текущий мониторинг, а также проведение различных акций. С 3 по 7 апреля 2023 года проводится республиканская акция «Дом без насилия». В рамках данной акции сотрудники милиции совместно с субъектами профилактики проверяют по месту жительства лица, которые состоят на учёте в органах внутренних дел за домашнее насилие, семьи, которые находятся в социально опасном положении, также жилища, которые состоят на учётах в органах внутренних дел и проводят с данными гражданами профилактическую работу. По одному из адресов в списке, подлежащих контролю лиц, проживают два брата с матерью. Жильцы дома уже порядком устали от беспокойных соседей, поэтому немедленно вызывают милицию, когда в очередной раз в этой квартире между мужчинами начинается ругань и драка. По пьяни, выпили, подрались, всё нормально, всё ровно. А что, у вас какой-то конфликт, может, из-за жилья, из-за денег, из-за работы? Да, вот из-за жилья. Что, вы не хотите тут жить все вместе? Я не хочу, чтобы его кобыла, товарищ участковый, знает прекрасно, Чикиту, что она хочет здесь жить, а я не хочу, чтобы она здесь присутствовала. Скорее всего, конфликты в этой квартире продолжатся. Ведь у братьев нет возможности разъехаться, равно как и нет желания работать и завязать с алкоголем. Сотрудники УВД отмечают, что с начала текущего года возросло число преступлений в сфере домашнего насилия с 13 до 20. Увеличилось и количество фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений с 6 до 9. Управление внутренних дел напоминает, что в случае обращения жертвы домашнего насилия в первый раз в органы внутренних дел в отношении домашнего агрессора выносится официальное предупреждение. В последующем, если его действия повторяются, то он уже привлекается к административной ответственности. В зависимости от последствий может наступить также и уголовная ответственность. Также, если трижды в течение года агрессор будет проявлять агрессию по отношению ко второй половине, при этом причинять побои, то здесь уже наступает уголовная ответственность по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Истязание». Пострадавшие домашнего насилия должны знать, что при территориальном центре социального обслуживания круглосуточно работает кризисная комната, где им предоставят временный приют и окажут психологическую помощь. А этот сюжет хочется закончить положительным примером. Ведь бывает и так, что участники бытовых скандалов устают от них и делают для себя определенные выводы. Например, этот частный дом по улице Карасёва раньше был местом сборищ, где алкоголь лился рекой, а заканчивалось всё драками и вызовами милиции. Теперь его хозяин, по крайней мере на словах, остепенился и хочет начать новую жизнь. После того, как я отсидел, сделал надлежащие выводы, что оно вести трезвый образ жизни, работать, не нарушать законы.